От первого лица о самом важном. Здравствуйте, меня зовут Евгения Кострица. Главная цель национального проекта «Безопасные качественные дороги. Создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры». Согласитесь, мы уже давно не представляем наши города и села без плотной сети автомобильных магистралей. И от ровного дорожного полотна часто зависит не только спокойствие во время пути, но и безопасность. В Мордовии в рамках национального проекта к нормативному состоянию приведены сотни километров дорог. Открываются новые путепроводы, ремонтируются мосты. Один из последних примеров – мост по улице Батывградской в Саранске. Но до завершения национального проекта предстоит еще очень много сделать. В частности, завершить обход Рузаевки и построить дорогу в столице Мордовии от улицы Гожурской до улицы Победы. О ходе реализации национального проекта и безопасной и качественной дороги от первого лица председателя Государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Мордовии Валерий Кандрин. Понятие «приведение в нормативное состояние» – это приведение в соответствии с ГОСТами дорожного полотна, с другими нормативными требованиями. Это и устранение отдельных выбоин, устранение колейности, это и дорожное полотно, проведение самого в нормативное состояние. Это и в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, это и дорожные знаки, и барьерные ограждения, и пешеходные переходы, тротуары. То есть это целый комплекс работ, который обеспечивает именно приведение в нормативное состояние и соответствие тем или иным требованиям. Ну, то, что вопрос, сколько это прослужит, в рамках БКД по ГОСТам у нас межремонтные сроки составляют до 12 лет. Поэтому достаточно длительный период времени мы к тем участкам, по которым сейчас проводим работу, еще не будем, надеюсь, возвращаться. Ну, за исключением, конечно, текущего содержания, да, и поддержания в нормативном состоянии. Безопасность, прежде всего, это те параметры и технические решения, которые мы в ходе проектирования уже потом и при реализации применяем. Это, о чем я говорил уже, это и барьерное ограждение, это и знаки, это и наружное освещение, в том числе все, что касается безопасности пешеходов, ну и, соответственно, участников дорожного движения. Гарантийные сроки, в соответствии с ГОСТом, они для разных участков автодорог и с различной категорией, с различной интенсивностью движения, они различаются. В среднем по БКД гарантийный срок у нас на региональной сети составляет 6 лет. Ну, естественно, в случае каких-то вопросов там по состоянию либо полотна, либо там искусственных сооружений на этом участке автодороги, конечно же, подрядчик, который выполнял эти работы, будет обязан выполнить и восстановить все дефекты, которые были выявлены. Это гарантийное обязательство, это обязательство подрядчика по восстановлению, здесь никаких дополнительных средств не требуется. Я бы хотел обратить внимание на то, что для всех, наверное, БКД и безопасной и качественной автомобильной дороги это единый проект, по которому реализуется ремонт, капремонт, строительство автодорог. На самом деле у нас еще есть другие направления, другие проекты, в том числе федеральные, в рамках которых мы как приводим в нормативное состояние, так и обеспечиваем ремонт, капремонт и строительство. Вот если брать в комплексе всю дорожную деятельность, да, по республике, за последние три года у нас было приведено в нормативное состояние и построено 848 километров. Если мы говорим только о национальном проекте безопасной и качественной дороги, то это порядка 600 километров, плюс там 82 километров в границах саранской городской агломерации. Прошлый год у нас опять же общая цифра всех работ, которые на всех дорогах там были проведены, общая протяженность приведенных нормативное состояние и построено составляло 340 километров. В том числе это в рамках БКД у нас было 226 километров построено, отремонтировано и приведено в нормативное состояние. Наиболее значимое, ну, последнее то, что, наверное, все жители Саранска знают, это мост по улице Бативградская. У нас завершен был прошлый год, это как раз первый этап обхода Рузаевки. Все это вот такие ключевые значимые объекты у всех на слуху. Капитал емкий объект – это наш обход Рузаевки и улица Строительная. Достаточно емкие работы, затратные, поэтому, ну, и мост по улице Титова. Сейчас реализуется второй этап уже обхода Рузаевки. Сейчас приступили уже подготовительные работы для того, чтобы устройство дорожного полотна обеспечить. Все земляные работы там произведены, срок завершения работ конец текущего года. При строительстве такого любого крупного объекта возникают, естественно, какие-то сложности и трудности, в том числе и стыковки, особенно при стыковке с федеральными автодорогами. В том числе и здесь, Р-158, достаточно сложный такой узел был стыковочный. С учетом перспективного уже развития и проведения ремонта по уширению федеральной автодороги, здесь совместно с ФКО «Москва-Нижний Новгород» пришли к единому мнению, да, и данный вопрос был разрешен. Все будет обеспечено, и жители у нас получат хорошую развязку и обход Рузаевки, который в первую очередь нужен для того, чтобы обеспечить трафик и объезд до самой Рузаевки, ну и в том числе там нам уже потом мы сможем проводить ремонтные работы внутри Рузаевки, да, там, потому что и автодороги внутри города необходимо там некоторые реконструировать, и в том числе мост, да, по улице Бенедемьяновская. После ввода уже обхода Рузаевки в эксплуатацию мы сможем приступить и к этому мосту. В настоящее время там ведутся работы по устройству опор, путепровода, по монтажу балок перекрытия. Приступили сейчас к работам по земляным вставкам, так называемым, у нас это плюс, ну, в том числе там укрепление как раз земляного основания самой автодороги. В этом году все земляные ставки, то есть насыпь там полностью будет завершена, если в пойме там увидели, как раз мост существующий, и от него уже земляные ставки в сторону улицы Гожовская для того, чтобы уже в следующем году сделать развязку и уже плотно дорожное. И в следующем году, до конца года, задача уже, так называемую, первую очередь полностью завершить. Это от улицы Пролетарской до как раз улицы Гожовской. У нас в рамках пятилетней программы по национальному проекту достаточно, ну, большое количество мостов включено в наш план работы, но ближайший, вот если там на текущий год там смотреть, что важно там для населения, у нас первое очередное, это все тоже видят мост по улице Цитова, да, самый значимый для нас объект, конечно, который необходимо будет завершить в этом году. Плюс на региональной сети у нас в районах два моста еще малых, но значимых для населения это и Чиберчино, у нас и мост через речку Тож, то есть такие аварийные объекты, которые необходимы в кратчайшие сроки, там, обеспечить их капитальный ремонт и реконструкцию. По республике у нас ни один район не обделен проведением дорожных работ, поэтому и в 23-м году также это будет полностью охвачено все районы муниципальной республики. Работы будут проводиться и на региональной сети, и на дорогах местного значения, поэтому никто не будет обделен. По прошлому году был увеличен объем проведения дорожных работ по Розаевскому муниципальному району, тоже, наверное, жители ощутили, поэтому цель будет достигнута по приведению в нормативное состояние по тем показателям, которые в рамках нацпроекта предусмотрены. По планам, если говорить по протяженности, у нас почти 270 километров по нацпроекту мы должны привести в нормативное состояние. По количеству объектов на сегодняшний день у нас 46 объектов. Фактически с учетом возможного поступления в дорожный фонд данное количество будет увеличено. То есть максимально то, что те деньги, которые будут поступать в дорожный фонд, будут направлены исключительно на приведение нормативных состояния, на приведение ремонта, капремонта. По наиболее ключевым, то, что я озвучивал, наши объекты крупные, это и Моститова, это и продолжение капитал-емки, обход Розаевка и улица Строительная. У нас также в работе сейчас документация по корректировке путепровода в городе Ковылкино. Перед нами стоит задача по проведению работ на автодороге, соединяющей Саранск-Розаевка, плюс задача по туристическому кластеру по Темняковскому району. Это наша автодорога Старый город Вещерка. Мы в этом году должны уже начать подготовительную работа, там сейчас проводится как раз работа по подготовке археологических хороскопов, то есть вот наиболее крупные и значимые объекты. У нас уже 11 объектов, по которым работа начата, причем она начата была еще в конце прошлого года с опережением, поэтому мы на сегодняшний день уже с опережением идем по освоению средств, то что нам с федерального бюджета оказывается поддержка. У нас по январю месяца у нас уже освоение на 1 миллиард рублей, то есть мы в этом году с опережением выполним все задачи, поставленные перед дорожным образом. Новый асфальт и разметка, освещение и умные системы контроля трафика. Все это вместе с усилением контроля за соблюдением правил дорожного движения должны сделать дороги страны более комфортными и безопасными. Это была программа от первого лица. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!